Дорогие мыловары, я надеюсь, что к этому моменту вы как максимум уже что-нибудь сварили, а как минимум у вас чешутся руки, чтобы начать это делать. Приглашаю вас в магазин Мама Мыла. У нас есть все для мыловаров. Уверена, что когда вы впервые к нам попадете, вы будете потрясены. Сколько всего для мыловаров существует. Это стены, увешанные формочками, запахами, красителями, упаковкой. Глаза разбегаются и очень сложно сразу сориентироваться, за что хвататься. Потому что мы понимаем, мы над этим работаем, чтобы нас было супер интересно. Но для начала все сразу брать не стоит. Конечно, хочется, но вот для начала, что взять для самого первого, второго, третьего мыла, чтобы получить от этого максимум удовольствия. Итак, естественно, основа. Ну, возьмите вообще сколько нужно основы на один кусок мыла. Если у вас 100 граммовый кусочек мыла, вот он, 100 граммовый кусочек мыла, на него ушло соответственно 100 грамм основы. Она никуда не делась. То есть, на килограмм основы нужно, килограмм основы мы получим 10 где-то кусочков мыла. Вообще основа уходит быстро, и этот килограмм вы не заметите. Меньше килограммов брать, в общем-то, и не стоит, особенно прозрачный. Белая основа обычно уходит меньше. То есть, где-то в половину или чуть больше. То есть, на килограмм основы прозрачный уходит где-то грамм 600-500 белый. То есть, где-то так ориентируйтесь. Если вы фанат натуральности, органическая основа, то смотрите отдельно. Либо целиком ее, только ее, либо в какой-то пропорции. По цветам. Можно начать с водорастворимых красителей. Потому что к пигментам потом всегда можно подойти, если вам действительно моменты миграции окажутся судьбоносными. Что вам реально будет важна четкость линий. Для начала, особенно если вы первое мыло варите, оно редко лежит долго. И может быть, вы эту миграцию не сразу и заметите. Или не будете успевать, потому что ваше мыло будет благополучно смыливаться. У нас 4 цвета. Есть еще зеленый, но в качестве экономии 40 рублей. Можно взять 3 и путем смешения синего плюс желтый получать зеленый. Такая вот фишечка по цветам. Возьмите какой-нибудь нейтральный перламутр, потому что вот иногда требуется блеск. Тем более, если какой-то праздник грядет, то перламутр и какой-то глиттер на ваше усмотрение всегда полезно иметь под рукой. По запахам. Если вы опять-таки за натуральные, то это эфирные масла. Самые популярные это апельсин и лаванда. Апельсин поднимает настроение, лаванда успокаивает перед сном. Если это ароматизаторы, то смотрите по своему вкусу. На вкус и цвет товарищей нет. Вот черника, ириска, турецкий кофе, сирень. Много, много, много вкусных запахов. Заходите, нюхайте, пробуйте. Формочки. Вот, вот очень советую простые формочки. Хотя бы одну, хотя бы одну, вот какую-то вот максимально простую с ровным дном, чтобы там варить завитушечки, какие-то кусочки туда кидать, там вот всякие вот такие штуки делать или использовать выемочки. Простые формы, это хорошо. Ну и если у вас взгляд пойдет на какую-то из таких формок, вы поймете, что надо. Вы хотите сделать вот такое мыло или вот такое, ну вот тут уже нет предела. Тут уже иногда хочется действительно все и не остановить. Ну и, конечно, вот выемочки. В общем, ну, можно и без них, а можно и взять. Они бывают разные. Ух, у нас тяжело, у нас тяжело, у нас так. Добро пожаловать. Приходите, наслаждайтесь. Удачи вам в ваших опытах. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok